Один из способов говорить о тождестве Гауссо-Якова рассматриваем произведение выражений вида 1 плюс y в степени 2n-1 умножить на 1 плюс y в степени 2n-1 умножить на z-1 Смотрите, что это на самом деле такое y и z это две переменные Здесь фактически написаны нечетные ч Давайте считать, что n пробегает значение от 1 до m Разумеется, через совсем небольшое время Я смотрю на предел, когда n будет стремиться к бесконечности и цель найти бесконечное произведение Но пока это просто нет выражения 2m скобок написано и мы все перемножаем Понятно, что если вы действительно перемножите все-все-все эти скобки то у вас получится следующая штука z и z-1 входят симметрично Поэтому будет некоторое выражение куда они вообще не войдут Ну, например, у вас умножится 1 на 1 Из всех скобок возьмем 1 Или у вас из такого же количества скобок будет множество такого типа Как и такой Тогда они все поскращаются В общем, будет некий коэффициент который, давайте, будем называть c нулевой c нулевое – это некоторый многочлен от y Дальше будет некий коэффициент, тоже являющийся многочленом от y который умножится на z плюс z в минус первой степени Будет некий коэффициент умножить на z в квадрат плюс z в минус второй и так далее, и так далее И, в конце концов, наибольшая возможная степень z это будет, конечно, m То есть некий коэффициент cn умножить на z в степени m плюс z в степени минус n Ну, разумеется, вот эта система многочленов от y, c, 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 m зависит от числа m То есть, я не знаю, можно здесь, в принципе, еще каким-то значетчик m везде написать Ну, надеюсь, что все более-менее и так понимают Теперь давайте зададим себе вопрос Чему равняется cn? Чтобы получить z в степени m, вы должны из всех скобок вот такого типа взять единицу А из всех скобок такого типа Значит, это будет y в степени 2m минус 1 умножить на y в степени 2m минус 3 и так далее умножить на y в кубе и умножить на y в первой степени Потому что у нас на самом деле все степени здесь нечетные Сумма числа от 1 до 2m минус 1 это на самом деле единица квадрата То есть, что такое коэффициент cn совершенно не проблема понятия Вот теперь очень интересный вопрос Как найти соотношение между этими коэффициентами Для того, чтобы мы могли найти c минус 1, c минус 2 И вообще, чтобы мы могли найти все эти коэффициенты Вместо z подставляем zy квадрат Нужно просто понять, что это у нас с вами будет f от z Нужно понять, что такое тогда f от zy квадрат Значит, что произойдет со скобками? Там, где были вот эти вот нечетные числа Они все сдвинутся на двойку Вместо z пишем zy квадрат Тогда здесь вот все увеличиваются Соответственно, возникает такая штука И исчезает, когда y в первой степени Потому что единичка на самом деле перешла в тройку Вверху, наоборот, у нас исчезает 2n минус 1 Они все сдвигаются вместе Но появляется вот это Отлично! Теперь соображаем, что вот это выражение Отличается от этого в y в z раз Когда вы сократите, фактически здесь останется y в z Там множество, как раз здесь z сократится И даст y в степени 2n И эту формулу я проверю Смотрите, что такое f от z Там есть вот c0, c1 Каким образом вы получаете z в степени квадрата? Ну, очень просто! Либо вы берете в этом выражении z в степени квадрата И он вот с таким коэффициентом Либо вы берете здесь z в степени квадрата с коэффициентом cк И, соответственно, умножаете на y в степени квадрата Так, правую часть поняли Теперь здесь Если вас интересует квадрата с первой степень То вы Либо берете отсюда квадрата с первой степень И тогда Домножится из-за вот этого y на 2 в степени квадрата с 1 И еще Домножится на 2n Вот это, да? Вот Когда вы взяли квадрата с первой степень от z здесь То получилось так Потому что 2n действительно так И 2 умножить на k плюс 1 Получается то, что z было в k плюс первой степени А z умножили на y в квадрате Поэтому это умножилось Это понятно И второй вариант Когда вы берете вот эту штуку А здесь мы взяли в k степени Тогда коэффициент у вас будет ck t Замечательно Коэффициент будет ck t Вот этот y даст вот эту единичку И y 2k Понятно откуда Потому что не будет y в квадрат А у нас будет ck t Отлично Вот теперь Надо из этого уравнения найти чему равняется ck t через ck плюс первое Так, поехали ck t нужно перенести вот сюда а здесь перенести сюда Это будет y в степени 2k плюс 1 плюс 2n минус 1 и разделить на y в степени 2n плюс 1 минус y в степени 2k плюс 1 Вот Ребята Я нашел рекуррентную формулу Которая выражает коэффициент вот этот вот Через коэффициент с большим Теперь Нужно Воспользовавшись тем, что у меня база есть Вот помните cmt это y в степени m в квадрат Написать все коэффициенты Ну, смотрите Например Что такое cm минус 1 По этой формуле Нужно взять cmt То есть y в степени m в квадрат И теперь здесь Вместо камики написать m минус 1 Значит это будет y в степени 2m плюс 2n минус 1 разделить на y в степени 2n минус 1 разделить на y в степени 2n минус 1 минус y в степени 2n минус 1 Ну, какое-то прохождение Хорошо Что? Да А у нас здесь m и m это вообще не важно? Это число Не присаживайтесь Да Я крупно перепутал все эти n и m Замечательно Вот это вот n это везде m Потому что n это там была связанная переменная Спасибо Я почему-то здесь Вот здесь m должно быть и дальше где m Так, все Господа, мне интереснее другое Что такое cm минус 2 Это то же самое c в степени m в квадрат Дальше пойдет так У меня и на единичку уменьшилось cк Во-первых, здесь написано у меня минусы А здесь написано так Ну, это понятно, да? Везде надо скобки переставить Здесь написано у в степени k квадрат А здесь вроде бы совсем по-другому Но это как раз все правильно Потому что смотрите Вот отсюда выносится у в степени 2m минус 1 И там получается у в квадрат минус 1 Отсюда выносится у в степени 2m минус 3 А в скобке получается у в четвертый минус 1 И так делается везде И когда вы вот эти вот нечетные числа Отнимаете, отнимаете, отнимаете до некоторого уровня То у вас как раз от числа m в квадрат Сначала отнимается 2m минус 1 Получается m минус 1 квадрат Потом это отнимается Получается m минус 2 квадрат И так далее И таким образом доходите здесь до квадрата Осталось понять о восстановительных местах Правильно или нет Но вот это будет похоже Следующее А дальше написано 4m минус 2 И так далее И так далее Здесь они написаны по возрастанию степеней А здесь у меня было написано другую сторону Сейчас нужно понять, что же будет, когда m будет стремиться к бесконечности Вот посмотрите, пожалуйста, сюда Что происходит, когда m стремится к бесконечности? У нас есть вот эти самые дефиценты, да? Мы перемножаем все больше и больше и больше степени Но обратите внимание, что когда мы берем большие, так сказать, большие степени y То на самом деле у нас вот здесь вот будет возникать степенной ряд от y То есть при каждой конкретной степени y у нас в какой-то момент коэффициенты будут стабилизироваться Потому что у нас и здесь, и здесь y идут только в положительных степенях Поэтому бесконечности нигде не накопится Значит, для того, чтобы понять, как же вот это произведение преобразуется в ряд Достаточно переходить к пределу вот здесь Значит, здесь мы смотрим, что происходит, когда m стремится к плюс бесконечности А k консерванное число Ну, y в степени k квадрат Это, согласитесь, абсолютно понятная штука m стремится к бесконечности Здесь, ну как, кто уходит в бесконечности, ему, что-то знать, уже и не будет И r уходит в бесконечности Все эти штуки будут довольно бодро уходить, уходить, уходить И, в конце концов, в числителе останется просто единица Потому что здесь числитель начинается со степени 2m плюс 2к плюс 20 стремится к бесконечности Тогда все следующие еще больше Значит, в числителе происходит стремление к бесконечности А в знаменателе, понятно, что остается 1 минус y квадрат Значит, итак, предел c катова при m стремящемся к бесконечности Каффиксированное число Это будет единица, деленная на такую вещь 1 минус y квадрат 1 минус y в четвертый 1 минус y в шестой И так далее до бесконечности y в степени k квадрат, разумеется, остался В прошлый раз мы с вами обозначали то, что внизу Буквы фи от y квадрат И, соответственно, мы получили совершенно замечательную формулу Сумма, взятая по всем k не меньше нуля Таких штук И z в степени k плюс z в степени минус k В таком виде, конечно, плохо писать, когда k больше равен, потому что k будет отдельно писать Я напишу не так Сумма совсем по всем целым числам k Вот теперь уже будет правильно все Y в степени k квадрат умножить на z в степени k разделить на φ от y квадрат То есть здесь k бывает и положительное, и отрицательное Если k равно нулю, то будет одно единственное Сумма Да Там неравенство стремиться Что-что? Почему там равенство? Потому что здесь надо было уже написать бесконечности В тот момент, когда я здесь написал такой ответ То здесь надо писать, ну, надо все убрать И взять в пределе всех множеств И вот это f от z уже убрать Да Это называется дождество гаусса ягод В точности вот это обычно называют дождество ягод Ягод Как вот это f переписать в другую часть? Ну, очень просто Произведение взятое во всем n лучше или равно 1 Единица плюс y в степени 2n минус 1z Единица плюс y в степени 2n минус 1z минус 1 И от φ от y возник вот такой множитель Единица минус y в степени 2n g без всякого z И это есть сумма y в степени k квадрат умножить на z в степени k Сумма берется по всем целым числам k От минус бесконечности до плюс бесконечности Это тоже дождество я доказал Продолжение следует Продолжение следует...